Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 форме продадут горилку? Мы еще тогда не военные были в форме. А вы еще просто по гражданке еще едете? По гражданке, да, конечно. О, понятно. Нормально. Ну, конфликты были? Да не, не было. В дороге? Не? Ну, люди едут на войну, да? Да. Они это понимают? Наверное. Но не все. Но вы понимали? Ну, я понимал, да. Что делать? И что, об этом не говорите между собой? Ну, почему говорили так? Поговорили. Ну, вот интересно, что ж вы говорили? Ну, вспомните. Ну, вы ж... Ну, то, что жили спокойно. Жили-жили спокойно. Нафига вот это? Все. Было. Что, серьезно между вами такие разговоры были? Ну, да. Спокойно жили. На, вот, воевать, блядь. Ну, это кто-то один говорит, что жили спокойно. Нафига это воевать? А другой же, шему, наверное, такой. А где ты был восемь лет? Почему восемь? Почему восемь? А, ну, все, понял. Не знаю, мы что-то, ну, к этому, как бы, шибко не касались бы. Вы-то, может, и не касались. Вас коснулись. Понимаете? Угу. Политика это такая штука, которой можно не интересоваться, но она интересуется тобой всегда. Может быть. Что значит может быть? Я сейчас вам начну задавать всякие вопросы сложные. Вы скажете, это политика, я туда не лезу. Ну, я телевизор особо не смотрю. А вот вы здесь в результате политики? Возможно, да. Ну, как-то невозможно. Это же решение вашего, этого, так называемого президента было. Ну, начать это все. Или чье? Наверное, я говорю, я как бы в этих вопросах не залезаю. Вы вопросами не интересуетесь, а вами вопросы интересуются. Погибнуть были шансы? Были, конечно. Несколько раз даже. Давайте расскажите вот это кратко вашу историю с того момента, как вы приехали. Просто, ну, для зрителя я говорю, мы эту историю услышим под разными углами из разных уст пять раз примерно, да? Пять вас вместе. Четыре. Четверо. Ну, было четыре, осталось три. Это в одном блиндаже? Да. А еще несколько человек, которые в соседнем блиндаже, но история та же, перемещение и всего прочего. Не, они в другой лесополке вообще были. В другой лесополке, но на расстоянии каком? Полтора километра? Ну, километра это может быть. Да, и история, по сути, одна и та же. Давайте еще раз, со своей точки зрения, как оно было? Заехали под Бахмут. Не, это уже потом было, вы заехали под Бахмут. А, вообще полностью все рассказать? Да. Ну, на Украину мы вообще заехали четвертого марта. Да. На России? Да, с России, через Дростов переезжали, ну, сюда уже попадали через Дростов. Сначала поехали на Ростов? Нет, через Дростов уже, мы на самолете прилетели. А, куда были? Ну, я не знаю, куда, Таганрог или что-то. На Таганрог? Ну, вроде, да. Ну, что-то мне кажется. Да, дальше? Вот, заехали через Ростов, поехали в Донецк. Через Донецк проехали, заехали в Зуевку. В Зуевку. Вот. Там ничего не происходило? Нет, там три дня вроде бы были. Да, знаю, дальше. Ага. Потом поехали в село Водяное. Водяное. Там происходило что-то? Там, да, наступали. Вы наступали? Да, нас отправили. Ну, мы приехали. Какого туда приехали? Девятого числа зашли туда. Так. Водяное. Потом. Как происходило ваше наступление? Ну, так вот сказали, группами разделились по три человека. Да. Сколько там? Шесть или семь групп было? Шесть вроде. Там каждая группа по три человека проходила. Ну, под минометами, обстрелами. Ну, вот так потихоньку. Там, получается, лесополочка. И такой небольшой. Куда можно лечь, залечь. От этих, от осколков запрятаться. Потом. Ну, и вы продвигались как-то? Да, продвигались. Как там Попова продвинулись? Ну, не знаю, где-то километр. Ну, чуть поменьше, наверное. И потом нас контузило. Всех одновременно, что ли? Нет, не всех. Там, получается, сначала одного Попова ранило. Так. У второго контузия. Угу. Ну, 30 час, наверное, контузило меня. Мы стояли втроём. И начали обстреливать слева, справа снайпера. И посередине пулеметчик. Мы залегли, только легли и прилетела мина. Ну, и я там, может, на минуты две-три потерялся, как бы. Ну, не помню ничего. Угу. Потом очухался, когда уже обратно шли, и нас паренёк вел. Потом я спросил, где автомат, где что, он говорит, я всё выкинул. Плохо слышал. Он нам всё показывал, типа, ложись, когда что-то там летит. Всё, потом потихоньку добрались. А куда же вы добрались? Обратно в Водяное. Ну, в домиках мы там в домиках. То есть это такое у вас наступление было? Да. Километр вперёд прошли, потом вас... Нет, так-то там больше километра, там, два с копейками надо было идти, да, занять там точку. Так. Мы не дошли, короче. Вы её не заняли? Нет, мы не дошли, как бы кто-то знал, там, которые люди уже бывали там. Как бы это... Мы-то не дошли до неё, получается. Вот люди, которые уже там были уже долго, там, месяц или сколько там. Вот они, как бы, показывали, где какие точки. Вот. Ну, мы так и не дошли до этой точки. И потом в госпитале пробыли. Наверное, они... Больше двух... Две недели точно пробыли. Все, да? Да, вот втроём два Поповых и я. А вы Попова Кум? А? Вы Попова Кум? Да, вот. Два Поповых, я, Сивков. Ну, мы с Поповыми шести лет вместе. Не, ну, мне просто вот присылают, это с ваших профилей, вот вы. Я смотрю, тут вместе, да? Ну, Кумовья, походу. Нет, это... Это братья. Это... Это братья. Угу. Вот. Угу. Вот это вот. Да, это вот, это вот, который сейчас выжил. Угу. Вот. А это у нас знакомый друг. Это который выжил. А скажи мне тогда, пожалуйста, такую вот вещь. Вот они стоят втроём. Угу. Ну, вот это старший брат. Это вот, который погиб. Ну, старший посередине. Вот этот, который сейчас жив. Вот этот погиб. В пухте Адидас, это тот, который погиб? Да. А не просто вообще их невозможно отличить? Нет. Разные люди все. Разные, да? Да. Ну, так, чисто по фото, визуально. Ну, кто, никто не знает, да, как бы... Я не знаю, да. Да, как бы, очень трудно развлечить. Скажи, пожалуйста, вот этому вот парню, как его звали, который погиб? Влад. Влад. Владислав. Владислав. Вот. Вы были знакомы? Да. Я так понимаю, вы хорошо были знакомы? С шести лет? С шести лет, да. На футболе познакомились. Я понимаю, что у вас... Вы все как-то дружили там своей небольшой компанией, вот все эти люди, да? У вас жены, вы семьи друг друга знаете, да? Да, знаем. Вам это зачем все было нужно? Зачем вы поехали на убой? Все вместе просто взяли и поехали? Ну, призвали, так поехали. Да не, ну, призвали, да я понимаю. Ну, там, что, от пяти до пятнадцати лет. Да, от пяти до пятнадцати. Да. А Владу сколько дали в результате? От пяти до пятнадцати? Нет. А сколько? Посмертных. Посмертных. А ради чего? Не знаю. Не, ну, важный уже аж вопрос. Так мы уже тоже задавались этим вопросом. Я не сомневаюсь, что вы задавались и общались между собой. Я хочу, чтобы вы мне тоже вот это вот по возможности расскажали. Не мне, а всем, кто смотрит. Да ни у кого ответа нет. Зачем это все было? Ну, ну, я вас перебил о вашей истории. Что он тут пишет? Ну, потом, получается, поехали в Зугресс. А, все нормально. Угу. Зугресс? Да. Зугресс. 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 Так, есть. Там побыли три дня. Ну, отдохнули, посидели. И потом поехали в Лисичанск. Ну, в Лисичанск приехали. Там эскалатор накопал в облендаже и все такое. Мы там ездили за бревнами. Ну, там не было, не стреляли, ничего. Как бы вот. Ну, прилетит где-то там вдалеке что-то и все. Как бы стрельбы особо не было. Там спокойно ходишь. Ничего, не коптеров. Ну, один раз вроде коптер был. Там его сбили. Ага. И то вроде свой был. Один раз коптер был. Его сбили. Это вроде свой. Ну, так. Потом что. Ну, там пробыли почти три недели. Да, три недели почти пробыли там. И вот 12-го числа потом. А не, бро, не 12-го. Где-то числа 7-го, 6-го. Месяц? Месяц. Месяц. Апрель. 6-го, 7-го апреля. Нет. Май, май. В мае. В мае уже. В мае. Да, да. В мае мы зашли в Красную гору. Снаджава. Это уже возле Бахмута. Да, возле Бахмута. В мае. Там тоже заняли высоту. Начали. Ну, окопались. Ага. Там. Окопались. Также блиндажи там поделали. Ну, и все. И потом. Так. Нас завели 9-го числа. Ну, перебирались. Ну, вазики завозили. Угу. Тоже группами. По 5 человек. Угу. Приехали. Тоже по какому-то лесу там. Шли очень долго. Через какую-то дамбу проходили. И вот потом приехали. Поменяли. Ну, дошли до позиций. И получается. У нас позиция. Мы и Украина сидит. Через 300 метров. И вот так перестрелились. Ну, нам сказали поменять Вагнер. Они с нами 2 дня где-то побыли. Ну, перестреливались получается. Как бы они постреляют, мы постреляем. Они постреляют, мы постреляем. И все вот так. Так и было. И получается. Ну, получается. У них так идет. Выше головы намного. И у нас также выше головы немного. Ну, просто даем друг другу узнать, что мы здесь есть. И вот. Потом что. Вот они ушли 12-го числа. А, нет. 11-го получается они ушли. Вечером в 9 часов. И утром все у нас сразу часов 10, наверное. Вот началось. Подъехал танчик. Выставил пехоту. И начали перестреливаться с ними. И получается. И где вот наши позиции, получается. Вот напротив, где украинские были. Так. И оттуда начали стрелять. И отсюда пехота заходила. А до этого. ВСУ пехота. Да. А получается. Или из ВСУ. ВСУ вроде. ВСУ. Да, да. Получается. До этого. Да. До этого дня. Они освободили. У нас получилось. Была посадка вот так вот. И на высоте тоже сидел там. Скорда. Или кто-то, кто-то сидел, короче. И получается. Скорда? Ну да. Корд там стоял на высоте. А кто такие корд? Ну, корд. Там 12,7 вроде. Или 7. Не помню. Ну, корд, короче, как пулемет. Ага. Вот. Это тоже ВСУ был корд? Нет. Это российский был. Так, а как вы показываете? Здесь вы. Здесь станчик. Здесь ВСУ. А здесь корд? Нет. Я вам рассказываю. Смотрите. Вот наши позиции. Так. Здесь вот. Вот наша позиция. Так. Здесь украинская. Так. Украинская позиция. Так. Вот мы перестреливались. Так. Здесь вот так вот. Угол вот этот, где мы сидели, тоже был наш. Ага. Понял. Вот. А отсюда заехал потом танчик. А, до этого они, короче, остреляли. Наши отошли подальше, получается. И здесь угол такой больше у них стал. Огорелся фланг. Да. И как бы они на следующий день просто заехали сюда. Пехоту высадили. Танчик уехал. И все. И начали перестреливать. Ну, перестреливались где-то часа два-три. Все. Потом думали, что они отошли. Ну, как бы, ну, не убивали ничего. Просто перестрелка была, чтобы не подходили. У вас не было ни двухсотых, ни трехсотых, да? Нет. Трехсотый был вот Попов, который вот сейчас выжил. Повторно. Да, который выжил. Вот он был трехсотый. Я его перевязал, все сделал. Вот. Потом у него осколки еще там. Ну, там не такие незначительные. Самый большой там. Артерию не задело. Я говорю, нормально все будет. Больше переживал, что ходить не будет. Я говорю, блин, не дай там. Лишь бы живым остаться. И все. Потом потихоньку вот это. Перестреливались, перестреливались. А потом уже когда гранатами все, уже начали закидывать, закидывать. Ну, так, чтобы закидывать гранатами, они же должны были к вам подойти на какое-то близкое расстояние. А, нет, там уже. Плотную. Ну, нет. Не то, что. Получается они и минометами, и всем, и 80-ка, все туда летело к нам. Правильно. Ну, так вот, вы же говорите. Была стрелка дня. Да. С той стороны, с вашей стороны. Потом она прекратилась, да, или как? Получается, да, она прекратилась. А заехали оттуда, и получается, и с той стороны начали стрелять, и с угла, который заехали. И получилось, как бы, вот так вот. И получается. И вы какое приняли решение? Вы попрятались по блиндажам? Ну, когда уже обстрел пошел, да. А, ну, так вот, понятно. Да, мы попрятались. Ну, потому что там все летело к нам вообще полностью. Там все пристрелено. А у вас автоматы и? Автоматы, пулемет был. Ну, гранатомет был, но он там вдалеке был. Как бы мы с ним не стреляли, ничего. Угу. Спрятались в блиндаж, полетели в блиндаж гранат. Да. И рядом с окопом тоже все летело. Все у нас, и птичка там скидывала. Угу. Ну, короче, думали, что все, как бы. Веселая такая, да, вообще движуха? Да, нифига веселого нет. Нифига веселого. И романтичного тоже? Или как в кино? Нет. Нет. Ну, а не хотелось выбежать с окопа, с блиндажа, с гранатой? За кого вы там бежите сейчас? Просто. Тогда за Сталина, помню, кричали. Или в кино просто так кричали, я не знаю. В кино, наверное, так кричали. Наверное, в кино. А не хотелось сейчас выбежать за Путина? Не, не хотелось. Странно как-то. Не, не хотелось. Думали уже как бы остаться живыми? Ну, это нормальная мысль. Просто она должна приходить еще до посадки в поезд вот этой вот, с которой мы начали. Это было бы самое, ну, как бы логичное. Да, это всегда после, думаешь. Да, как сказать всегда после. Посмотрели пару наших интервью с Россией, может быть и какие-то другие мысли были бы. Мы же для этого, в общем-то, и пишем. Да, там получается. Там одно говорят, здесь по-другому. Как бы... Какая разница то, что говорит? Такое, да. Мы что с вами? На ток-шоу? Мы с вами какие-то эксперты, которые выражают свои мысли или что? Такое, да, да. Нет, конечно. Вы, ну, человек, который видел все своими глазами. Да. Я записал уже неизвестное огромное количество интервью с такими, как вы. Все эти люди сидят и просто вот рассказывают. Да. Причем здесь по-разному говорят? Я не понимаю. Нет, по-разному говорят там, по телевизору. Вот это. Пока сам не увидишь, как бы это. А что по телевизору говорят по-разному? Что здесь что? Ну, то что. Убивают там, блин, в плен не берут и все такое, как бы. А зачем они это говорят? Что в плен не берут и убивают? Ну, не по телевизору, не знаю, может в интернете видел. Ну, в плену, издеваются в плену, да? Ну, типа того. Ну, зачем это выбрасывается? Чтобы не ходили. Не ходили воевать. Да нет. Наоборот. Воевать-то вы идете в любом случае. Ну, да. А зачем вам показывают, что в плену в украинском издеваются? Не, не показывают, просто там. Ну, рассказывают, пишут. Ну, да, кто-то что-то рассказывает, пишет, да. Ну, зачем это им? Ну, да. Ну, какой-нибудь конфликт может, что-нибудь такое. А где? Наверное, чтобы вы в плен не сдавались. Ну, возможно. Все возможно. Если вы в плен не будете сдаваться, то что? Ну, либо смерть, либо все. Ну, вы до последнего будете убивать. Правильно? Если вы в плен сдаваться не будете. И сами, и сами в результате погибнете. Ну, да, так получается. От чего у вашего военного руководства случится настоящий, я не знаю, как это сказать. Кайфуют они, в общем, от этого? Возможно, да. Поэтому такое выбрасывается, чтобы вы как можно больше убили и сами погибли. Ваша жизнь для них... Нет, ну, может, я не прав. Да нет, все правильно. Они очень беспокоятся о вашей жизни. Вы подготовленный воин, скажите мне, пожалуйста? Нет. В срочку только служил и все. А где ваша регулярная армия делась? Куда она исчезла? Регулярная? Не знаю, может, где-то есть. Ну вы и все наши товарищи за пять тысяч километров от Украины или больше, сколько там. В общем, очень издалека. Будучи абсолютно неподготовленными. Просто обыкновенные люди, которые знают, как автомат разобрать, собрать и выстрелить. Ну, в принципе, наверное... У нас там как обучали, в Мурманске мы ходили, подготовка была, стреляли, показывали все виды оружия, стреляли. Да, ну стрелять вы умеете, автоматом пользоваться вы умеете. Да, да. Вас кидают в пекло боевых действий. Да. Ваших знаний достаточно, чтобы принять участие? Да нет, я думаю, где-нибудь там сидеть, что это копать здесь. А, все так думают. Так где же регулярная армия именно вот эти, подготовленные все? Нету, наверное, уже. Уже нету, да? Наверное, да. Наверное, да. Наверное, они там, где в первые дни, вот это вот, в первые месяцы заходили к нам сюда. Да, скорее всего. Вы знаете эту историю или нет? Нет. Ну как, под Киевом были ваши войска, не знаете? Пожгли все? Не, не знаю даже. Другие направления? Не знаете. Были везде там ваши регулярные? Видимо, они закончились. Возможно. А космонавты вот эти, которые, как они называются, ОМОНовцы? Космонавты? Да я говорю, я так-то особо не смотрел, как бы... Не, ну которые бегают у вас, митинги разгоняют, людей палками бьют. Что там? МВДшники? Ну, можно быть. Тоже где-то нету. Там... Что? Даже из милиции вроде, из полиции даже оберут. Набирают. Брали изначально. Целыми колоннами ехали. Ну вот сейчас... И не просто, а еще и с палками резиновыми и со щитами. А представьте, насколько надо быть торкнутым мозгами, чтобы отправить в другую страну на боевые действия, помимо танков, БМП и прочей реально военной техники, колонну... А как же они назывались эти... В общем, не помню. Какое-то подразделение полиции, которое занимается охраной правопорядка. Которые вообще к боевым действиям никакого отношения не имеют. И они ехали уже у нас с палками, со щитами. То есть думали не только Киев захватить, но и сразу порядки уже свои наводить. Ну, шизофреники, ребят, понимаете, что у вас... Вам не правят ше-зо-фре-ники. Все. То есть... Я не спрашиваю, я утверждаю. Посмотрите, убедитесь. Если вы изучите все, как это происходило изначально, вы поймете. Где ваша регулярная армия? Да нет, наверное, скорее всего. Ну, так у вас же спикер этот, Коношенков, говорил, потерь нет. Все по плану. Плановая перегруппировка войск. У вас все время плановая перегруппировка войск там, где вы выгребаете. Пару колонн зажгли, выгребли. Оп, плановая перегруппировка. Да, я что-то слышал, ребята говорили про это уже. Кто говорил? Да, там сидели еще когда... Тоже говорили, что перегруппировка какая-то там, все. И толку... Ничего-то, нифига ничего. Все по плану, типа. Там... Просто написали бы план, взять и вывезти войска вместе со всеми, всех, кого вы тут защищаете, к себе в Россию. У вас Россия очень большая. Всем места хватит. Согласен. И все. Конец. Согласен. А так знаете сколько еще таких, как вы, погибнет здесь? Много. Ладно. История заканчивается тем, что вам закинули в блиндаж гранату. Один из братьев, который стоял в проходе, погиб. Да. Потом кинули свето-шумовую гранату. Да, мы все крикнули, что отдаемся, отдаемся. Все, больше ничего. Нет, все, сдались. Если бы вы знали наперед, что так будет. Да не, не пошел бы. А что бы вы делали? Да я не знаю, что-нибудь, что-нибудь придумал. Разговор у нас начинается все время с того, что мы мобилизовали и я пошел. Да? Да. Типа, а вариантов не было? И заканчивается тем, а пошел бы еще раз? Нет, не пошел бы вообще. Так а что бы сделал бы? Да я не знаю, сел бы и руку бы сломал или что-нибудь такое. А уверен, что сел бы? Ну, не знаю. Много таких у вас вот случаев вы конкретно видите? Нет. Ну вот видите, конечно. Может быть и не сел. У россияне уникальные люди, да? Им по телевизору сказали, что здесь кого-то надо защищать, идти еще какую-то чепуху вообще, о которой они понятия не имеют. Они взяли и поверили. Им сказали, что сядь, посадят тебя. Они взяли и поверили. Хотя ни того, ни другого они в принципе не проверяли. Ну да. Так-то, да? В принципе, да. Так а почему так? Или пугают так. Ну так а почему так? Так, почему такой менталитет? Ну, представляете себе такую ситуацию? Сейчас говорят какому-то французскому солдату. В Испании притесняют французскоязычных. Мы идем срочно защищать какую-то часть. Там что-то бам-бам-бам показали по телевизору. Понятно, какая-то нарезка кадров. И что, французы встают и идут, да, в Испанию? Да нет. Нет. Правильно, нет. Потому что каждый из них умом тронули. Почему же россияне идут? Не знаю, блин. Вы поймете когда-нибудь, что у вас своя страна, надо жить там и как бы вот там? Нет, я это понимаю. Там вот у вас вот, вот ваша вот, надо чем-то заниматься. Я тоже понимаю. Раньше же все нормально было. Вот так. Вы к нам приезжали, мы сюда приезжали, как бы все. А в Крыму, в Крым вообще все приезжали? Ну, я тоже не знаю, как бы это, так-то вообще против этой войны. Нормально все было в ней. Что, вас по телевизору я смотрю показывают? Что это такое? Деньги. Ну вот это же В, чей не В? Нет, это брат у меня. А это ваш брат? Двоюродный. А, понял. Вальщик деревьев. А? Вальщик деревьев, ну деревья Валь. Да, да. Да, в городе. Нет, ну это мне накидали, что тут есть у вас. А так-то ничего нет. Ну реально, вот по всем вам, по всей вот вашей группе, ни у одного, ни зэточки никакой на фотографиях. Ну нет. Никаких ни призывов, ну реально ничего нет. Есть такие, у которых там, те самые, ленточки гвардейские, или георгиевские, вы уже сами запутались как я. Все, пацаны как пацаны, жили себе и жили. Да. Ну это вот у меня два брата, посередине. Младший, это старший. Ну двоюродный. Двоюродный. Уже тоже воюют? Нет. Один там, после армии недавно пришел. А второй, он сидел до него. Сидел? Сидел, да. У него броня? Ну да. А этот, который с армии пришел, его сейчас тоже заберут, наверное? Нет, тот это, маленький. И шо ж он маленький? Да нет, его не заберут. Да вы не видели, какие там маленькие есть? Да нет, нет, его точно не заберут. Какой у него рост? Метр шестьдесят? Поменьше. Ну метр пятьдесят даже. Ну да. Забирают. Да нет, он... В армию же забрали. Он вот такой. И что дальше? Да нет, автомат не сможет тащить. Да ладно, не сможет тащить этого. Да нет, они его не заберут, не призовут его. Так, мы написали девять пятьдесят семь. Сейчас уже десять сорок. Полчаса уже точно давно прошло. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вы в курсе, да? Да, в курсе. В курсе. В курсе. Разговор под записи для публикации. Вы в курсе? Я поняла. Я поняла. Передают руку. Привет. Привет. Ну чё, как дела у вас? Ничего. Ничего, всё нормально. Спасибо. Мелкие где? Плохо. Плохо. Илюша, иди сюда. Иди, папа там. Толго? Время-то много? Нет? Не знаю, сколько. Плохо слышно тебя. Что? Ну, разговорить. Можно поговорить? Минут пять можно спокойно. Минут пять есть. Что там какая-то проблема? Нет. Уходите. Как дела у тебя? Ням. Кушай там. Кушаешь? Ну иди, кушай, кушай. Что ты ходила куда, что узнавала? Мы везде где можно было написали. Сейчас, ну вот Юля с Катей пришли извещение. То, что ну как бы признала всё-таки часть наконец-то. Ну а у меня что? Самое главное то, чтобы часть признала. Мм? У меня то пришло? Ну вот я, Маргарита Николаевна, вчера тут писала. Сказала, информацию каждый день собирают они. Но я думаю на днях, потому что тоже. Кушай, иди давай. Иди кушай. Где? Где? Иди кушай. Не знаю. Кисы ты там нету у папы. Папа там сидит. Ну и чего дальше? Ничего. Сейчас, то есть, можно да, информацию эту передать, что вы Владимира и Дмитрия, да? Конечно можно. Можно, можно. Да? Потому что, мне кажется, быстрее мы всё это сделаем, чем у нас тут. В общем, долго это сказали, что не быстро всё. Но всё куда можно было. Мы везде написали обращение и всё мы сделали. Угу. ждать будем. Ну ладно, всё правильно. Ну всё правильно, всё правильно вы говорите, да. Звонить каждый день и спрашивать. Я говорю, каждый день звони и спрашивай, что да как, продвинулось чего. Дайте я объясню нашу позицию. Объясню. Наша позиция следующая. Мы готовы его отдать хоть завтра, если вместо него отдадут нашего военного. Вот и всё. То есть, вы звоните и спрашиваете, когда вы отдадите украинского военного в Украину и заберёте моего там мужа домой. Я поняла. Ну конечно, это всё зависит. Зависело бы от меня это всё, это было бы конечно проще. Но тут нужно ждать, я понимаю, я всё прекрасно понимаю. Нет, от вас зависит, от вас зависит. Чем больше вы будете их напрягать, тем быстрее они вашего мужа включат в список обмена. Я поняла. Ну всё. Может у вас ещё каким-то способом это всё решается там, я не знаю. Но я точно знаю, что чем больше вы будете прилагать усилий к тому, чтобы его забрали, тем быстрее его заберут. Ну и всё. Я поняла. Я поняла. Ты скажи ещё мне, пожалуйста, как ты это, со здоровьем? Да ничего, нормально. Нормально, нормально. Так не это, получше или чего? Да нормально. Или так же всё? Ну так, нормально, нормально, короче. Ладно, я поняла. Я не знаю, что сказать тебе ещё. Всё нормально у нас. Ну всё хорошо, ладно. Ну дай мелкого. Там... А? Мелкого дай. Илюша! Илюша! Сеня где? Иди сюда. В школе. Всё, каникулы у них уже. Четвёртый класс закончил, перевели в пятый его. Иди сюда папе скажешь ещё? Илюша, давай скорей. Смотри-ка. Смотри, папе поцелуйчик отправь. Как дела-то у тебя? Как дела? Ну так поверни... Садик скажи, ходить не хочу? Поверни к нему-то. В садик не хочешь ходить, что ли? А? А? А чего такое? Что-то пошло не так, не знаю. Ждали-ждали. Ждали-ждали и там... Не знаю. Я его не хочу водить через истерику, через силу. Ну ладно. Ладно, короче. Давайте там звони. Каждый день там звоните или... Чё там? Потом как-нибудь может это... Или Сивков там выйдет или как-нибудь. И кто-нибудь если выйдет так... В смысле Сивков выйдет? Как же Сивков выйдет? Ещё... Вопрос. Нет, я говорю как-бы на связь. Ну, Сивков сейчас следующий будет после вас. Можете сказать. Хорошо, передам. Ты мне ещё скажи это... По Владику всё точно, да? Да. Владик 200, да. Ладно, понятно. Мы Иру сходили вчера поздравили. Сходили и букет купили. Как это поздравили? Ну нет, день рождения был. У кого? Вот, вот. У Жены Влада? Да. Правильно, да. Видел. Ой. Ну вот. Ладно, короче. Давайте там... Мы тебя ждём. Мама привет передаёт. Ребята, братья привет передают. Мы надеемся, конечно. Это всё быстро, как-нибудь. Тут обрезки, скорее всего, будут для зрителей, говорю в этом видео, много. Потому что детей вообще-то... Ютуб не любит, когда детей показывают. Но это как бы с разрешения родителей, правильно? С другой стороны. Поэтому я не знаю, как будет. Скажите, пожалуйста, а вот... Вот я смотрю, у вас хорошая семья, да? Дети. Всё нормально жили. Как бы вы объяснили детям гибель отца? Пока маленький, пока маленький. Поэтому я... Я даже вот... Даже об этом... Хотя неделя та, которая вот была тяжёлая, вот когда... Как раз... Какое там было? 11-12 число, наверное, когда начала поступать информация вся эта. Я, конечно, всё передумала. Всё, что можно было. Но... Я даже не представления не имею, как бы я им объясняла это. Но есть же старший, который уже же понимает. Старший понимает, но это не... Папа... Не Дима папа у нас. Поэтому... Ну... Он привык, конечно. Я не знаю, как я объясняла. Пока я не могу даже ответить на эти вопросы. Нет, так... Потому что я думала много... Я понял. А россияне начнут когда-то попытаться ответить себе на вот эти вот вопросы ещё до того, как они вот в Украину пошли? Начнут думать или нет? Ну, смотрите... Мы не были к этому готовы, да? Мы не стратеги какие-то, да? Мы не специалисты по этому вопросу. Поэтому... Я надеюсь... Я думаю, что они уже думают. Люди думают. И думают-то по-разному. То есть... Что значит стратегия, не стратегия? Я не понимаю. Вот эти вот глобальные вещи, о которых вы говорите. Вы понимали, что происходит или не понимали? Ну, изначально, конечно, никто сначала не понимал, что происходит у нас. И везде говорили, что это специальная военная операция. Но в итоге получается, что это не специальная военная операция. Ну, уже ж год прошёл, уже ж понятно, да? Что война идёт, да? У нас уже начинаем понимать по ходу дела. И много кто начинает понимать, но... У каждого своя позиция. Да, позиция позиции. Позиции это такое дело. У каждого своя позиция. У каждого свои взгляды. Россияне начнут понимать, что здесь по-настоящему... Они убивают людей и их убивают по-настоящему. То есть... И смысл в этом? Ну, вот вы видите в этом смысл? Я нет. И муж ваш не видел? Я не вижу. Вот я не вижу в этом смысл. И ещё несколько парней с ним были, в том числе и тот, который погиб. Они тоже смысла не видели. Так ради чего тогда гибнут? Ну, это вопрос, конечно, очень риторический такой. Да. Я даже ответил на него. Он риторический. Если бы вам хотя бы объяснили бы ещё цели... Ну, если бы объясняли, конечно, за Аркани. Нас бы посадили всех и объяснили. Естественно, мы бы что-то, может быть, понимали. А тут мы люди простые, у которых просто пришла повестка. И пойди давай, побегай, это... И тем более с таким ещё уклоном было то, что вы будете... Не будете такими делами-то заниматься страшными. То есть сказали, да? Ну, вот. От нас-то что-то зависит. Вот, ладно, сейчас мы что-то можем делать. А тогда, когда только объявили, что мы могли сделать? Ничего. Да, информация... Потому что мы сидели дома и сами по себе... Ну, хорошо. Вас бы собрали бы и сказали, украинцы напали на мирных жителей Донецкой и Луганской областей. Их нужно идти защищать. Давайте так. Вам нужно идти их защищать? Мне? Вот лично мне. Мне нет. Честно. Луганская и Донецкая областей частично... Вот те люди, на которых якобы напали, она находится под оккупацией России с 2014 года. А у нас вот, например, другая информация. Какая? Посыл как разный идёт. Такая. У нас посыл такой, что как раз 2014 года, да, ЛНР, ДНР находятся под постоянными атаками. Так, а это не другая информация, это одна и та же информация. Я вам говорю о том, что она находится под оккупацией России, а у вас информация, что она находится под атаками. Так это не противоречащая информация. Россия воюет с Украиной, начиная с 2014 года. Это правда. Ну вот. Да. Только Луганская и Донецкая области, это тоже Украина. Россия туда зашла, ну и развязала войну. Сначала в Крым, потом туда. Ну да. А теперь непонятно вообще, что происходит. А теперь полномасштабная война началась, я довожу до вашего ведома. Уже вообще просто по всем направлениям. Ну это в курсе уже. Теперь уже мы понимаем это. Ну. К тому же не надо было просто идти в Луганскую и Донецкую область, в Украину, да. Надо было забрать там, кого мы там, я не знаю, кого мы там притесняли, не притесняли. Ну что у вас там плетут эту чепуху. И все, и войны никакой нет. Ну кто ж знал? Как минимум один человек у вас знал. Ну это понятно. Понимаете, да? Он не будет говорить. Не будет, правильно. Это очевидно. Правильно. А почему не будет? Ну, видимо, мы не должны этого знать. Ага. Да, мы такие вот люди простые, которые... О! Которые должны пойти, убить кого-нибудь и погибнуть. Правильно? Вот такие простые люди. Что-то вроде того. Так это не вроде того, это происходит по факту. Ой. Когда-то до вас дойдет. Когда-нибудь. Ну ладно. Давайте потом как-нибудь звоним сюда. Звоните там каждый день. Чего? Я поняла. Все, ладно. Давайте. Люблю, целую. Ну. Что, мы тебя тоже любим. Ждем. От всех привет. Ну. Все ждут тебя. Ну? Давай. Дай мелко вот это целую еще. Леша, иди сюда, беги. Иди сюда. Скорей, 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 скорей. Папе поцелуйчик отправь. Папе поцелуйчик отправь. Давайте. Все, давай, пока-пока. Ладно, все, давайте целую. Еще раз смотрите. Это я не нагнетаю. Да я понял. Это я не нагнетаю вообще. Это реальная ситуация. У вас могло бы не быть. Как вашей жене объяснить вашему ребенку? Почему? Что? Кого вы защищали? Где вы защищали? И зачем вы защищали? Да я понял. Ну, так вы поняли. Вы скажите мне свое мнение, свое мнение, чтобы я тоже понимал. Я бы вообще не пошел воевать. Да понятно. Нет, так. Вы уже сказали, что бы вы не пошли, если бы знали. Ну, когда, когда ваши люди начнут знать наперед, а не постфактум? Ну, неужели так сложно? Смотрите, вот это вот Бахмут. С высоты птичьего полета. Короче, с высоты полета дрона, если точнее. Вот это вот Бахмут. Так я знаю, по телевизору показывали, вчера смотрели. Да. Смотрели? Города нет. Города не осталось. Пока вы не пришли, город был, процветал, в ютубе есть видео, где люди в украинских вышиванках с веночками выходили, праздники у нас были в национальной одежде и под национальную музыку. Город жил прекрасно, все было хорошо, все работало. Что это за освобождение такое? Вы не можете объяснить? Не могу. Здесь вот Марьенко выглядит не лучше, Мариуполь, Харьков. В общем, много городов. Да, смотрели. Вот просто дрон летит как есть. Показывает, города нет. Видимо. Ну как это? Ну как это сложно понять, что это не нужно никому? Не знаю, мне так точно не надо. Представите, сколько в этом городе жило семей с детьми? Вообще, представляете на секундочку? Ну, миллионники. Нет, это не миллионник. Это город, как районный центр, можно сказать. Так какая разница? Представьте себе, один спальный район с высотками, которого взяло и не стало на секунду. Представьте, сколько там семей, детей, женщин, стариков, вообще всех. Много. Ну, так я довожу до вашего ведома, и это открытая информация, что в 4 утра 24 февраля 2022 года, без объявления войны на Украину, полетели российские ракеты и бомбы. И по всем направлениям пошла артиллерия, танки и регулярная армия. И отнюдь не для того, чтобы сделать что-то хорошее. И полетело это все куда угодно. Там по телевизору у вас говорят о том, что какая-то там инфраструктура билась, не знаю. Куда угодно. В жилые дома, в районы. Ну, я вам только что показывал, что с городами происходит. И это один пример. Это просто вы возле Бахмута были. Есть много таких примеров? По новостям показывают. Ну, это здесь уже вы по новостям это можете увидеть. И то там, знаете, по новостям там так показывают, что до вас это не дойдет. Это просто картинка. Вам надо разжевывать, вам надо час, час показывать в деталях. Понимаете? Тогда до вас дойдет. Ладно. От себя что вы можете добавить, передать, таким же, как вы, в Россию объяснить, рассказать, чтобы они помнили. Ну, чтобы не ходили. Сидели дома с женами, с детьми. Были дома. Также братьев тоже не отпускали. Родственников. Чтобы тоже все дома сидели, не ходили. Все равно, мне кажется, что если вас сейчас вернут обратно после обмена, вам снова скажут, давай иди. Да, не, не будем. Родина зовет. Да, мы точно не будем. Лучше. Сядем, так сядем. Ну, все равно, что-нибудь придумаем. Так, так так. Для тех, кого отправляют первый раз, и он считает, что уже другого возможности нет, у нас в конце каждого видео появляется переход на ресурс «Хочу жить», в котором вы можете конфиденциально зарегистрироваться с украинской стороны, и вам расскажут, как вам действовать для того, чтобы максимально быстро попасть в плен и безболезненно, никого не убив, не получив ранение, погибнув. Никто никому никогда не скажет о том, что вы попали в плен через «Хочу жить». Это будет любая история. Например, ночью отошел от своих, потерялся и попал в плен. В принципе, таких историй, и так и всяких, очень много. Поэтому вы можете переходить по этому переходу, регистрироваться и… последний вопрос. Вы воюете, да? У вас есть шансы погибнуть? Конечно. Насколько они велики? 99. Ого! То есть, очень велики? Огромный, можно сказать. Угу. Так же… А после попадания в плен дальше? Что? Ну, так же можешь же прилететь, как бы, ты же стоишь, не знаешь… фактическое зависитное оборудование. Но после того, как вы попали в плен, вы в безопасности? Ну да. Вы сейчас в безопасности? Да. Значит, попасть в плен для российского солдата, который воевать не хочет, это что? Ну, спас себе жизнь. Да. Это спасение. Просто… Просто спасение. Поэтому воспользоваться ресурсом «Хочу жить», а им можно воспользоваться даже заранее. Это спасение для российского солдата. Просто и все. Все. Вы бы больше сказали не под записи? А? Да нет, все, что знаю, все рассказал. Но он не назвал, да? Нет, мне скрывать нечего. Ладно. А… его здесь нет, да? Который у вас не убил? Не знаю. Может, проверю-ка. Сейчас, секунду. мог Save 2, это места ответственный не в моей Устел все Да. потому что он увидел «Х autourのは у нас «Посвятая насилия». к тем более «Посвятая насилия», «У насделка пасибо» Продолжение следует...